Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В день, когда мы прославляем апостола-евангелиста Иоанна Богослова, когда наши мысли, особенно тех, кто служит Церкви, то, что называется, ну, полностью, есть такое светское выражение, ну, полный рабочий день. У нас нету полного рабочего дня, у нас вся жизнь рабочий день. Так вот, те, кто посвятил себя Церкви, вот этому служению в рабочий день, размером всю жизнь, для нас с вами многие вещи и многие проблемы, которые вообще сильно волнуют людей, представляются, конечно, важными, существенными, но церковная традиция дает возможность на все то, что происходит в мире, посмотреть под иным углом зрения. Вот такой, может быть, простой вопрос, который, по крайней мере, мне в свое время, когда я был ректором, задавали светские люди. А вы там о чем вообще? Что вы там в этой школе? О чем вы там говорите? Чему вы учите? Наверняка и вас спрашивают, особенно молодых людей, которые оказываются в группе других, не совсем, может быть, воцерковленных. Ты что, из семинарии, а вы там что делаете? Да вы о чем? Я вас научу, как ответить двумя словами. Мы о законе жизни. Ни меньше, ни больше. Мы о самом главном. Существует закон жизни. Большинство людей не знают, что это такое. Но мы, верующие люди, знаем, что закон жизни – это то, что повелел совершать людям Господь наш Иисус Христос. Он дал первое нравственное законодательство Нового Завета, следуя которому мы точно знаем, что исполняем мы закон или не исполняем. Более того, мы знаем, что нас ждет, если мы этот закон исполняем, и что с нами произойдет, если мы откажемся его исполнять. А почему так? А потому что это и есть закон жизни. Ни больше, ни меньше. И когда человек отступает от этого закона, по разным причинам, кто-то из-за незнания, кто-то из-за страха, кто-то из-за человеческих страстей, ну и перечислять можно много причин, но ведь каждый знает на опыте своем, когда приступаем к Божий закон, всегда имеем тяжелые, а иногда роковые последствия для нашей жизни. Это особенно хорошо открывается людям, которые вступают в брак. И когда этот брак нарушается, верность нарушается, когда рассыпаются эти самые тесные человеческие отношения, то ведь каждый наказывается. Никакого счастья. Он теряет семью, нередко теряет детей. Начинается иногда такой образ жизни, который еще более, как то, что называется, закручивает петлю вокруг шеи. Вот, живя по закону Божьему, по тому самому закону, которому здесь учат и студентов, и молящихся, живя по этому закону, мы можем жить счастливо. Даже тогда, когда нас посещают скорби, болезни, неудачи, какие-то проблемы по работе, если мы все эти проблемы будем соотносить с той системой ценностей, которые нам Господь дал, которые нас Господь научил, что абсолютное большинство наших проблем покажутся нам совершенно несущественными. А если так, то и недостойными тому, чтобы нам отдавать здоровье, силы, тратить нервы и так далее. Поэтому действительно, в этой школе учат закону жизни, который делает человека счастливым. Запомните эти слова. И когда-нибудь скажите эти слова тем, кто будет вас спрашивать. И попытайтесь объяснить, что это такое, что существует только один закон, который ведет человека к счастью. Это Божий закон. Он дал его, как творец мира. И Бог не хочет зла человеку. И Он дает правила жизни, исполняя которые, мы непременно будем счастливы, даже если внешние обстоятельства жизни уж не будут такими радостными и счастливыми. Это все хорошо демонстрируется на истории нашей страны. Через какие только внешние скорби не проходил наш народ. Через междоусобные брани, через страшные войны, через революции, потрясения. Но ведь мы сохранились как народ. И об этом можно смело говорить. Вот в этом новом веке благости Божией мы действительно сохранились как народ. И потому только, что народ не отступил от самого главного, от нравственного Божьего закона. И кто-то, может быть, верит в Бога, кто-то, может быть, послабее верит, кто-то, может быть, плечами пожимает, но понимает каждый, что если жить по нравственному закону, все будет хорошо. Отступаем от закона, погружаемся в стихию греха, который может показаться очень счастливым, привлекательным, но последствия греха всегда разрушительны, потому что грех и Богом сданная человеческая природа несовместимы. Вот очень важно, чтобы выпускники духовной школы обладали способностью объяснять своим будущим посомам и не только с людьми, с которыми вы встречаетесь и будете встречаться, что такое вера в Бога. Нужно понять, что это не просто бабушки в белых платочках, что это не просто архитектура, которая уже давно-давно как бы создана, ну и сейчас как-то воспроизводится и даже не всегда удачно. Это не только живопись, не только что-то такое внешнее, а это сама жизнь. Это правило жизни. Это самое и самое главное. Но для того, чтобы быть убедительными, вы сами в этом должны быть убеждены. А убеждение – это не только интеллектуальный продукт. Убеждение – это опыт жизни. Всенепременно – это опыт жизни. Если ваши богословские знания останутся на этом интеллектуальном уровне, то потом они исчезнут, деформируются, ну потому что человек стареет, и знания уходят. А если это станет частью вашей природы, ваших убеждений, то это будет сопровождать всех вас до конца жизни. А как важно это особенно для священнослужителей. Есть такое совершенно для меня непонятное слово, как выгорание. Какой-то владыка мне сказал, вы знаете, вот ко мне обратился священник, он переживает процесс выгорания. Я говорю, вы его либо в монастырь пошлите на тяжелые послушания, либо благословите, в мир идти. Среди нашей братьев выгорать никто не может. Только могут возгорать и возгорать и возгорать. А если выгорает человек, то что-то очень неправильное в нем происходит. Значит, он не понимает, к чему он призван, ради чего он живет, ради чего он учился. Он не понимает смысла тех слов и той проповеди, которые он несет миру страдающему, больному, действительно подвергающимися огромным кризисам. И как хорошо это сейчас видно в начале 21 века. И кризис в экономике, и кризис в политике, и кризис в культуре, вообще эпоха кризиса. Но люди, изучающие в этой школе греческий язык, знают, что прямой перевод слова кризис на русский язык означает суд. Значит, время суда. Если время кризиса, то время суда. И мы особенно, люди православные, должны это понимать. И не поддаваться неупадническим настроениям, тем более не ставить под сомнение свою веру. Опираясь на веру, мы должны встречать непростые вызовы нынешнего века. И предавалевать их в личной, общественной и в государственной жизни. Благо, что теперь государственные мужи у нас тоже, Бога верят, являются членами нашей русской православной церкви. Все это создает дополнительные силы, дает. И возможности не только для каждого из нас, но для всего нашего Отечества. Преодолевать искушения и, еще раз скажу, используя это слово, вызовы нынешней эпохи. Я говорю это здесь с особенным чувством, обращаясь к студентам, потому что вы будете нести Слово Божие на большей части 21 века, когда уже никого из нас не будет. Будут другие люди. И как важно вам сохранить и слова, которые я сегодня обратил к вам, и то настроение душевное, духовное, которое вы здесь, в этих стенах переживаете, но самое главное, непоколебимую веру в правоту нашего дела. И да не смущается сердце ваше. Уповайте на Господа, и тогда все в вашей жизни будет радостным в духовном смысле этого слова и счастливым также в духовном смысле этого слова. Я призываю благословение Божие на школу, Санкт-Петербургские духовные, семинарию, академию, которые очень-очень близки мне. И по учебе, и по работе в качестве ректора, да и никогда подлинная моя духовная связь с этим святым местом не разрушалась. Я прошу Господа о том, чтобы Он не спослал благословения на всех вас, мои дорогие, всех вас укрепил в вере, в единомыслии, в чистоте, в способности пронести веру Христову через непростые обстоятельства того времени, в котором вас Господь призвал совершать служение Церкви. В память о сегодняшнем торжестве я бы хотел преподнести вот этот образ Владимирской иконы Божией Матери, покровительницы Москвы, покровительницы Руси, ну и пусть вот это свидетельство о замечательной духовной традиции Русской Церкви, в том числе и о прекрасной иконописной традиции Московской школы будет вот присутствовать здесь, в этих стенах. Всех вас, мои дорогие, еще раз приветствую с праздником, пусть благословение Божие пребывает над всеми нами, над градом нашим Петербургом обращаюсь к Александру Дмитриевичу губернатору, над народом нашим, над церковью нашей, над молодежью нашей, и верим, что Господь преклонит милость свою и даст людям своим мир и благословение. Аминь. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Хотел бы также преподнести для Академии вот эту замечательную книгу, собственно говоря, все материалы Священного Собора 1917-18 года, Ну а также памятники древнего русского зодчества, это тоже не сегодняшнего дня издание, старинное, которое поможет понять, может быть, через архитектуру, как в свое время мне, кстати, помогло понять, очень многое из истории нашего Отечества, и в том числе, если хотите, историю духа нашего народа. Архитектура это замечательный свидетель прошлого, самых сильных и самых великих моментов этого прошлого. Церковная архитектура действительно несет в себе замечательную традицию духовную нашего народа. Вот хотел бы преподнести это также в подарок. А сейчас прошу объявить грамоты. Указом Святейшего Патриарха Московского и Всеруси Кирилла Архипастори и Пастыри отметившие памятные даты удостоены наград Русской Православной Церкви. Во внимание к усердным архипасторским трудам и в связи с 75-летием со дня рождения Высокопреосвященный Лев Митрополит Новгородский и Старорусский Глава Новгородской Митрополии удостаивается ордену Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского первой степени Аксиос 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 Во внимание к усердным архипасторским трудам и в связи с 70-летием со дня рождения и 30-летия архиерейской хиротонии Высокопреосвященный Константин Митрополит Петрозаводский и Карельский Глава Карельской Митрополии Председатель Синодальной Богослужебной Комиссии Удостаивается ордену Русской Православной Церкви Святителя Иннокентия Митрополита Московского и Коломенского первой степени Аксиос 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 Аксиос! 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 Удостаивается ордена Русской Православной Церкви святаго благоверного князя Даниила Московского первой степени. Аксиос! 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 Вот с батюшкой вместе учились. Почти на одной парте сидели. Прекрасно всегда учился. Отвечался всегда таким очень нестандартным отношением к преподаваемым дисциплинам и очень острым и сильным интеллектом. Думаю, что все эти качества сохранены до сегодня. Спасибо, Господи! Во внимание к труда на Ниве духовного образования и в связи с 60-летним со дня рождения протеерей Георгий Шмидт, доцент кафедры библистики Санкт-Петербургской Духовной Академии, удостаивается орден Русской Православной Церкви святителя Макария митрополита Московского третьей степени. Аксиос! 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 Во внимание к трудам на Ниве духовного образования и в связи с 50-летним со дня рождения протеерей Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой библистики Санкт-Петербургской Духовной Академии, удостаивается орден Русской Православной Церкви святителя Макария митрополита Московского третьей степени. третьей степени, Аксиос. Во внимание к трудам на ниве духовного образования и в связи с 50-летием со дня рождения Ирии Дмитрия Лушников, заведующий кафедрой богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии, удостаивается ордена Русской Православной Церкви святителя Макария митрополита Московского Третьей степени. Аксиос! 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 А Во внимание к трудам на благо Святой Церкви. Патриаршая благословенная грамота преподается заведующей канцелярией Санкт-Петербургской Духовной Академии Пономаревой Ольге Ивановне. Патриаршая благословенная грамота преподается заведующей канцелярией Санкт-Петербургской Духовной Академии Пономаревой Ольга Ивановна. Христос Воскресе! Патриаршая благословенная грамота преподается заведующей канцелярией Санкт-Петербургской Духовной Академии Пономаревой Ольга Ивановна.